Приветствую, уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Напоминаю, на наших каналах уже есть публикации о заявлениях депутата Госдумы Валерия Орошкина, теперь получившего дополнительную известность в связи с так называемым «Лосиным делом». Очень странным делом, нужно, кстати, сказать. Он уже неоднократно заявлял, что Путин и компания хотят отменить пенсии вообще. Но власть здесь рассматривает два варианта. Так сказать, программу минимума, еще одно существенное повышение пенсионного возраста, и программу максимума, то есть полную отмену пенсии. Мотивировать это собираются тем, что пенсионеров должны содержать их совершеннолетние дети, а не государство. И пенсионерам нужно думать об этом заранее и правильно воспитывать своих детей. Публикации называются «Лучше зачитаю». Рашкин подтвердил свои слова по поводу второго повышения пенсионного возраста. На Дзене у нас это опубликовано в виде статьи 14 марта. И Валерий Рашкин – второе повышение пенсионного возраста. На Дзене это опубликовано 22 марта. И вот новое заявление. Теперь депутатом Мосгордумы Натари Медлены. Напоминаю, по профессии она тележурналистка. Конкретно она сказала, что ее удивляет тот факт, что в богатой Москве живет столько нуждающихся пожилых людей. На ее взгляд, такие люди должны сами позаботиться о своей старости. И нужно требовать от людей, у которых есть дети, чтобы дети проявляли о них заботу, а не только государство. Дальше она повторила знаменитую фразу Свердловской чиновницы Ольги Глацких. Государство не просило возражать. И, наверное, таким людям нужно думать, как они будут жить в старости. Также она сказала, что в последнее время появилось много сообщений об обворованных мошенниками пенсионерах. А значит, по ее логике, из этого следует, что у пенсионеров есть деньги. И не только дома, но и в Сбербанке. И более того, из этого следует, что у пенсионеров есть много денег. СМИ растиражировали это заявление. И она начала резко оправдываться и говорить, что ее поняли неправильно. Но заявление есть на видео, и поэтому каждый может составить о нем мнение сам. Вот оно. Где вы набрали такое количество жаждущих, страждущих помощи государства пожилых людей? Мне странно, имея такой бюджет, имея такое количество богатых, состоятельных людей в городе Москве, говорить о бесконечно стоящих с протянутой рукой пенсионерах. Но давайте все-таки требовать и от тех людей, у которых есть дети, чтобы эти дети проявляли какую-то заботу о своих пожилых родителях. А не только государство, которое не просило их рожать. Но тем не менее, наверное, надо было в том числе и думать о том, как ты будешь жить после 55-60 лет. Я говорю сейчас очень жестко, но честно говоря, наболел вот этот бесконечный патернализм. Люди пожилые, которых бесконечно обманывают мошенники, которые выносят их из домов сотни, тысячи рублей, миллионы иногда. У меня вопрос. Каким-то образом, значит, есть накопление у пенсионеров? Сегодня, вчера, так сказать, глава Сбербанка Герман Греф отчитывался президенту о триллионных прибыли. Это значит, в том числе, и считать тех пожилых людей, которые держат деньги в главном банке нашей страны. Значит, все-таки есть какие-то накопления? Что здесь можно сказать? Лично я думаю, что вся эта информация не случайна. И я верю Рашкину, что Путина компания действительно готовит отмену пенсии. А все эти периодически появляющиеся информационные бросы, только часть компании по подготовке, психологической подготовке населения к отмене пенсии. Номенклатура хочет из-под воли заставить народ смириться, скажем так, с новой пенсионной реформой. И именно поэтому и повторяет мысль о ней в СМИ на разные лады. Это закономерно для той социально-экономической системы, при которой мы живем. Я уже не раз говорил и буду говорить. В России нет никакого капитализма. Равно как и в СССР не было никакого социализма. Добавлю, равно как и в царской России тоже не было никакого капитализма. У нас уже много веков совершенно другая социально-экономическая формация. Политаризм или азиатский способ производства, АСП. И этот способ производства Иосиф Старин лично приказал убрать из коммунистической теории и запретил преподавать в учебных заведениях СССР. И сделал он это только с одной целью. Чтобы скрыть от народа, что он создал в нашей стране не социализм, а политаризм. При этом еще и необратимую изродовую коммунистическую теорию. Политаризм, что по Марксу, что по Энгельсу, что по Ленину, намного хуже не только капитализма, но и даже рабовладения. И хуже он потому, что меры эксплуатации простых людей при нем намного выше, чем не только при капитализме, но и даже при рабовладении. Более того, самые страшные и самые гнусные формы эксплуатации человека человеком проявляются именно при политаризме. В условиях господства не частной, а общественной собственности на средства производства. И при эксплуатации простых людей не капиталистами, феодалами и рабовладельцами, а социальными паразитами коллективными. В наше время этих социальных паразитов принято называть номенклатурой. Кстати, в Советском Союзе это очень хорошо видно на примере ГУЛАГа. Мой подробный ролик о политаризме будет на конечной заставке. И поэтому происходящее закономерно. Номенклатура самый прожорливый эксплуататорский класс в истории человечества. А значит не просто предсказуемо, а ожидаемо, что она однажды захочет забрать у народа пенсию. В СССР это было сделать несколько сложнее, поскольку тогда пусть и формально, но доминировала коммунистическая идеология, ставящая во главу угла социальные вопросы. Но после того, как номенклатура сдала красные знамена в архив, этот идеологический барьер исчез. И соответственно ограбление народа коллективными социальными паразитами вышло на новый уровень. Меня поэтому ужасно раздражает демагогия, что КПРФ, что Платошкина, которую можно сформулировать одной фразой. Во всем виноваты олигархи. Нет, у нас в стране во всем виноваты не частные социальные паразиты, которых уже почти и не осталось, к слову, за исключением друзей Путина. Большая часть средств производства в России ведь опять национализирована. У нас во всем виноваты коллективные социальные паразиты, точно такие же, как и в Советском Союзе. И пока мы не скинем со своей шеи, прежде всего, коллективных социальных паразитов, мера их паразитизма обречена расти. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках. Субтитры создавал DimaTorzok